друзья всем огромный привет и сегодня я хотел бы сказать что наша обработка выходит на новый уровень мы не будем с вами обрабатывать фотографию как я обычно это делаю мы будем с вами рассматривать как работает набор пресетов уровень сложности этому набору присваивается три звезды и поэтому он требует определенного подхода и доработки также я хочу добавить что название этому пресету определилась для тех кто не знает мы выбирали его общим голосованием в instagram название этому набору пресетов liberty москва с небольшим отрывом от других с небольшим отрывом но все-таки победила название представленная владимиром гончаровым но к этому мы вернемся в конце видео а теперь давайте самое главное мы посмотрим на набор этих пресетов и разберем алгоритм его работы итак друзья первое что хотелось бы отметить это для каких условий съемки предназначен этот набор пресетов и так друзья давайте сразу определимся как говорится на берегу для чего такая обработка это обработка ночного города вы конечно можете использовать эти пресеты на портретах на пейзажах и в каких-то случаях у вас даже получится очень неплохой результат но я вас уверяю что алгоритмы обработки здесь подобраны таким образом что все-таки оптимальное решение вы получите именно для ночной городской фотографии любое другое применение это уже будет зависеть от вашего умения креатива творческого подхода и так далее тому подобное и так давайте посмотрим вот у нас слева набор пресетов состоящий из 15 штук и перед нами ночная фотография если мы внимательно посмотрим на пресеты то мы с самым верху увидим три пресета 123 в которых присутствует название auto это полностью автоматическая обработка фотографии которая исправит ваши настройки буквально в один клик и мы будем с вами обрабатывать одну из моих любимых фотографий но давайте перед этим я вам покажу небольшой пример вот две фотографии и посмотрите пожалуйста на гистограмму вот эта фотография снята с хорошей светлой экспозиции и рядом соседняя фотография снята с темной экспозиции как вы видите гистограмма съехала влево и так как практически все мои пресеты усиливают контраст изображения то как правило что мы получаем когда мы применяем пресет к темной фотографии мы конечно же получаем с вами вот такой вот темное изображение и что будет если мы применим пресет к светлой фотографии мы получим с вами оптимальную нужную картинку и только лишь поэтому применив пресет вы первым делом должны поправить экспозицию и так давайте вернемся к нашей фотографии применим пресет под номером 1 фотография стала темнее и мы с вами поправим экспозицию все друзья фотография обработана давайте посмотрим на результат до применения пресета и после применения пресета буквально вкратце двух словах откуда появился этот пресет для того чтобы подобрать настройки такого пресета я использовал оттенки синего вообще в паттерне находится порядка 180 цветов различного оттенка синего и я подбирал именно тот цвет синий который ближе к такому серому он так и называется серо-синий есть еще лунный синий и когда я работал над этими всеми пресетами я получил все все оттенки серо-синего цвета именно этот цвет вы будете наблюдать на своих изображениях в теневых и в средних участках теперь давайте двигаемся дальше для чего же здесь три автоматические настройки давайте мы переместимся на другое изображение и применим с вами пресет под номером один поправим экспозицию и как вы заметили что у нас желтый цвет такси стал таким бледно персиковым а само изображение имеет такие достаточно прохладные оттенки так для чего же здесь еще два пресета под номером 2 и под номером 3 auto все очень просто под пресетом номер 2 находятся настройки которые делают более теплыми светлые участки вашего изображения в данном случае вы сразу увидели изменения которые коснулись цвета автомобиля цвета зданий и сама фотография стала выглядеть немного потеплее и что же таится под настройками номер 3 применяю пресет под настройками номер 3 тоже теплое изображение только немного наоборот здесь теплые тона теперь содержатся в средних и в темных участках а в светлых они холодные и таким образом если мы пройдемся по настройкам еще раз мы получим такую достаточно нейтральную серую картинку с легким серо-синим оттенком в тенях изображение с теплыми и светлыми участками изображение с теплыми темными участками используя 3 этих пресета вы сможете обработать практически любое изображение давайте применим пресет вот к этой картинке и поправляем экспозицию фотография готова следующий пресет под номером 4 возвращает изображение в исходное положение то есть если мы с вами кликнем на этот пресет мы получим исходную картинку и если вы запутались в настройках и не можете определиться какой выбрать пресет вы всегда можете кликнуть на этот счет как снято и начать свои эксперименты с цветом заново пресет из 5 по 15 содержат такие настройки которые требуют небольшую доработку в балансе белого и это все нужно для того чтобы получить тот самый серо-синий еле заметный цвет в тенях итак друзья давайте применим к этому изображению пресет номер пять поправим экспозицию и теперь дальше будем переходить поочередно каждому пресету выбирая тот оттенок который нам нравится и вы каждый раз здесь будете получать разное сочетание тех или иных цветов и после того как вы применили один из этих десяти пресетов от 5 до 15 вам необходимо доработать оттенок как вы видите сейчас на этой картинке очень много оранжевого цвета она практически залита оранжевым цветом так вот эта особенность которая дает нам ночная съемка особенно если у вас там головой светят городские фонари и для того чтобы нам получить эффект серо-синего цвета нам необходимо ползунок оттенок увести немного влево теперь как вы видите изображение лучше сбалансировано и мы на весах видим примерно одинаковое количество холодного серо-синего цвета и красного оранжевого но если вы видите что на лицах людей оранжевый слишком сильный вам необходимо просто навсего немного убавить температуру и сделать фотографию чуть-чуть похолоднее можно подвинуть еще и можно попробовать еще с оттенком увести его вправо или влево теперь друзья давайте пройдем эксперимент что будет если мы оттенок будем водить сильно вправо и мы с вами получим тоже интересное красивое изображение но при этом красный практически нивелирован остались только серые холодные цвета в тенях и бледно-оранжевые в средних участках изображения именно в тех которые отвечают за цвет кожи для большей наглядности я хотел бы остановиться вот на этом изображении здесь мы видим лица людей желтую экипировку развозчика еды и посмотрим как сработает этот пресет на этих цветах и так я применяю пресет под номером один правлю экспозицию и как мы видим у нас практически полностью обесцветилась кожа на лицах за исключением от некоторых фрагментах здесь на ушах и экипировка развозчика еды также стала бледная и не очень красивая так вот друзья почему так получается ночью для того чтобы получить тот самый серый синий цвет приходится практически полностью убирать желтый цвет при ночной съемке желтый практически всегда заливает средний темные участки и фотография получается такой достаточно грязной что же делать в таком случае итак давайте мы применили пресет номер один нас не устраивают что у нас отсутствует желтый цвет что мы делаем в таком случае ну во первых для начала давайте мы переберем пресеты 123 в данном случае мне на самом деле не понравилось действие пресета мне не нравится такое изображение это совсем не то что я хотел от него получить я сбрасываю изображение и теперь перехожу к нежележащим пресетом и так пресет номер пять экспозиция теперь мы давайте оттенок уведем влево теперь мы давайте поиграемся температурой цвет кожи у нас должен сохраняться и в данном случае я доработал бы это изображение кистью для того чтобы сделать его более интересным и так что я делаю первым делом я сделаю наверное все таки кроп чтобы убрать лишние объекты в кадре возьму кисточку прибавлю насыщенность примерно где-то 40 50 увеличу изображение и кистью пройду по и копировки курьера вот так уже изображение гораздо интереснее что еще в этом изображении можно поправить давайте кликнем enter возьмем еще одну кисть только насыщенность уберем наоборот в минус ну причем также где-то 40 50 и теперь я могу пройтись по средним и темным участком изображения и в итоге я получу красивый темно-серый цвет я работаю очень быстро показываю принцип поэтому вы когда будете обрабатывать будете делать это конечно же поаккуратнее таким же образом можно осветлить некоторые элементы фотографии например раму велосипеда для этого вы берете еще одну кисть смотрите чтобы все значения были сброшены повышаете слегка экспозицию совсем чуть-чуть где-то примерно 0 5 увеличиваете и маленькой кисточкой проходитесь по раме велосипеда экспозицию можно поднять чуть чуть выше вот друзья теперь вы знаете как сложных фотографиях нивелировать некоторые грязные оттенки получить более интересные более красивые теперь друзья давайте откроем вот это тестовое изображение на нем присутствуют все цвета которые мы видим в панели чисел и сейчас мы с вами увидим как работают эти пресеты заодно и посмотрим как они отрабатывают на дневных фотографиях как снято и теперь уже работа непосредственно с цветом и так поехали номер пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать как вы видели фотография каждый раз менялась с применением того или иного пресета появлялись или уходили те или иные цвета на ночной фотографии у вас конечно же такого разнообразия как правило не будет но если на вашем снимке присутствуют те или иные цвета которые мы сейчас наблюдали они будут отрабатываться именно по-разному для того чтобы красивый гармонично смотреться в общем сюжете в общей цветовой схеме ну и как вы убедились набор этих пресетов можно использовать и для дневной фотографии цвета при этом конечно кардинально меняются мы получаем с вами такой достаточно жесткий urban style но тем не менее это имеет место быть и набор таких пресетов вы можете получить в обмен на донат в 299 рублей и конечно же эти пресеты будут доступны и спонсорам моего канала также набор этих пресетов получит в подарок победитель чье имя выиграла конкурс это владимир гончаров и еще этот набор пресетов подарок получат победители конкурса в telegram канале которые практически полностью угадали смогли повторить настройки этого пресета liberty москва а на этом друзья все творческих вам высот всем пока и до до новых встреч